Здравствуйте, рад всех приветствовать. Чуть позже к нам присоединится Михаил Михайлович Волков, исполняющий обязанности министра строительства Свердловской области. К сожалению, Алексей Валерьевич был вызван к губернатору, он не сможет принять участие. Аркадий Михайлович Чернецкий подойдет немного позже. Я предлагаю начать. Во-первых... Так, этот работает. Да, я предлагаю начать. Во-первых, огромное спасибо за интерес к концепции территориального развития. Год назад на форуме мы сказали о том, что ее подготовим, разработаем. Соответственно, год у нас прошел, мы рады представить концепцию. Эта концепция у нас будет заложена в генеральный план до 2045 года. Соответственно, те направления, те принципы, которые вы сегодня увидите и услышите, найдут отражение непосредственно в документе, который будет в следующем году. Мы надеемся, что утвержден. Напоминаю, что у нас в следующем году городу 300 лет, и мы, соответственно, хотим такой подарок городу преподнести. Я предлагаю перейти непосредственно к докладу, к основному, поэтому прошу Павла Скачкова выступить с докладом. Начальник мастерской генерального плана. Уважаемые коллеги, добрый день. Очень приятно видеть столько знакомых лиц. Надеюсь, вы сегодня уйдете на полный дает информацию, которая у нас получилась за этот год сгенерировать касательно концепции территориального развития. Хотелось бы начать с того, какая работа была проведена. То есть самое первое, мы делали сбор исходных данных. Это исходные данные, соответственно, те запросы непосредственно от населения, которые к нам приходили. Это были, соответственно, запросы во все региональные, муниципальные и федеральные ведомства. И те посылы, тенденции, основные направления по развитию города, которые они нам предложили, все, что мы смогли, мы в концепции, соответственно, отразили. И, соответственно, те положения, которые у нас закреплены в национальных проектах, в федеральных программах, они также нашли отражение в концепции территориального развития Екатеринбурга в структуре агломерации. Отдельно хотелось бы отметить, что это, наверное, первый раз за последние, ну, грубо говоря, 15 лет, когда Екатеринбург рассматривался именно в структуре агломерации. То есть не оторвано от других городов, а непосредственно с учетом всех взаимосвязей с городами-соседями, с корреляцией планов по развитию этих городов. Также мы встречались и с представителями администрации городов-соседей и собирали от них планы по развитию, чтобы наиболее актуальные сведения мы могли отразить в концепции территориального развития городского округа муниципального образования города Екатеринбурга в структуре Екатеринбургской агломерации. Одним из основных направлений по, скажем так, узаконению этого документа, так как мы видим, что он гораздо шире, чем винтового законодательства, которое город-кодексом нам представлено, мы видим включение документа в структуру стратегического плана развития Екатеринбурга. В стратегическом плане есть стратегические направления, каждое из которых мы попытались интерпретировать и найти для него территориальные компоненты. То есть мы шли от самого первостепенного, то есть где люди могут жить, это жилищно-гражданское обеспечение, это, соответственно, где люди могут работать, это места приложения труда, их развитие, и это экологическая устойчивость, то есть первое, где люди могут отдыхать, это то, что понятно для нас всех, но и самое главное, это то, что помогает сохранить наши жизни, наше здоровье на территории городского округа, на территории агломерации. И далее у нас, соответственно, так, коллеги, я прошу все-таки включить презентацию, которая в PowerPoint, потому что здесь, по всей видимости, технические накладки. Прошу прощения за технические накладки. Коллеги, шрифты. Коллеги, еще раз, шрифты. Ладно, давайте пока технические нюансы исправляются, проговорим, как есть. То есть концепция была ориентирована на пяти основных принципах, эти принципы у нас заложены в общем законодательстве Российской Федерации. Первое, это принцип безопасности в территориальном аспекте, мы видим, что это безопасность для территорий, безопасность для инфраструктур и, собственно говоря, для населения города Екатеринбурга и екатеринбургской агломерации. То есть это защита от внешних и внутренних угроз. Это экологическая устойчивость, то есть это сохранение... Экологическая устойчивость, это, соответственно, нивелирование вредных аспектов, которые оказывает человек, то есть вредного антропогенного воздействия на природу и вредного воздействия природы на человека. То есть это нивелирование взаимных рисков. Это баланс интересов, когда, соответственно, решения принимаются с учетом мнения общественности, с учетом мнения научного сообщества, с учетом мнения власти. И находится некий компромисс, который позволяет принять правильное решение. Это экономическая устойчивость, то есть это... Когда решения принимаются с точки зрения минимизации расхода ресурсов человеческих, финансовых и временных. И это многофункциональность или многообразие. То есть это когда решения принимаются на основании рассмотрения нескольких вариантов принятия решений, когда формируются многофункциональные комплексы, объекты, позволяющие создать территорию, которая обеспечивает весь спектр социальных услуг, мест приложения труда и мест расселения для населения, чтобы территории были самодостаточными. Так. Коллеги, я, конечно, все понимаю, но хотя бы включите презентацию в каком-то виде. Глава. Хорошо. veldamn. Глава. Спасибо. Давайте, наверное, паузу делать не будем. Будем ориентироваться больше на слуховое, чем визуальное восприятие. Тогда продолжим. То есть как основные именно направления по развитию города нам виделись три из тех, которые я перечислял ранее. Это жилищно-гражданское обеспечение, которое отвечает на вопрос, где люди будут размещаться, где люди будут проживать. Это развитие мест приложения труда, которое отвечает на вопрос, где люди будут работать. И, соответственно, это развитие и сохранение экологической устойчивости, которое отвечает на вопрос, как мы будем сберегать свое здоровье и где мы будем отдыхать. Если касаться первого направления, можно отметить ряд следующих тенденций. То есть у нас город Екатеринбург, он по населению находится на четвертом месте после Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска. И, соответственно, он участвует в той конкурентной борьбе за привлечение человеческого потенциала. И, как мы понимаем с вами, город это ни дороги, ни сети, ни улицы, ни здания. Город это люди. И первостепенно то, что нам нужно для развития, это привлечение человеческого потенциала и, соответственно, развитие этого человеческого потенциала. За последние годы отмечается тенденция по росту населения. То есть если в начале нулевых у нас было население порядка 1,3 млн человек, то уже к 2022 году наше население составляет 1,589 млн человек. То есть у нас население растет за счет нескольких факторов. Это естественный прирост населения, которое достигается за счет превышения рождаемости над смертностью. И за счет искусственного, иначе говоря, миграционного составляющего. Это когда к нам приезжает больше человек, чем от нас уезжает. То есть город создает настолько комфортные, настолько привлекательные условия, что люди у нас задерживаются и принимают решение жить на постоянной основе в городе Екатеринбурге. Соответственно, если отсматривать тенденцию последних лет и ориентироваться на демографические прогнозы, к 2045 году ожидается рост населения, ну очень, если перспективно рассматривать, то до 2 млн человек. Соответственно, если рассматривать те показатели, которые у нас зафиксированы по нацпроекту «Жилье и городская среда», это строительство, условно говоря, в текущем году жилье составило 1,5 млн квадратных метров, и с каждым годом эти темпы наращиваются, то в 2045 году ожидается объем жилищно-гражданского строительства в количестве еще до 50 млн квадратных метров в год. Для понимания, эта цифра колоссальная. На текущий момент в целом все жилищно-гражданское строительство в городе Екатеринбурге объемно, соответственно, жилья составляет 42 млн квадратных метров. И вот здесь. И, соответственно, мы задаемся самым главным для именно территориального планирования вопросом, а хватит ли у города Екатеринбурга территорий, чтобы разместить такое количество жилищного фонда, чтобы обеспечить то население, ради которого, собственно говоря, мы и конкурируем с городами-миллионниками Российской Федерации? Ответ «да, хватит». Мы проанализировали различное строительство по трем сценариям. Это замещение ветхого аварийного фонда, то есть размещение нового жилищного фонда на ранее застроенных жилых территориях. Это замещение неэффективных территорий промышленных, то есть это размещение жилищного фонда на нежилых территориях, ранее застроенных, и это освоение свободных территорий. Совокупная цифра потенциала по жилищному фонду по отношению к тем 50, которые планово ставятся перед нами, составила 63 млн квадратных метров жилищного фонда, то есть его возможно разместить на территории городского округа муниципального образования города Екатеринбурга. Мы принципиально в концепции показываем именно потенциальные цифры, потому что территориальное планирование, оно отличается тем, что мы можем развиваться в разные направления, и в основном сфера строительства, она подчинена рыночным отношениям, и, соответственно, с годами может видоизменяться. То есть какой бы мы вектор не хотели задать, со временем он может быть изменен. Соответственно, мы должны максимально планировать развитие территорий в различных сценариях и планово обеспечивать их всеми видами инфраструктуры. И в зависимости от того, в каком направлении мы пойдем, такая инфраструктура и должна появляться на тех территориях. И одно дело, когда мы говорим, что у нас жесткая плановая экономика, мы движемся, например, только на юг, а потом оказалось, что мы движемся внезапно на восток, а инфраструктуры там нет, для нас считается недопустимой. Поэтому мы смотрим в территориальном планировании все виды развития территории. Если касаться… Можно следующий слайд. Давайте я буду говорить следующий слайд, и вы будете переключать, потому что кликер не работает. Спасибо. Касая социальной инфраструктуры, в концепции мы не стали показывать прямо размещение по-объектно, мы прорабатывали сам принцип взаимодействия. То есть мы прекрасно видим, что социальная инфраструктура делится на три сегмента. То есть это на федеральный уровень, региональный уровень и местный уровень. И также часть социальной инфраструктуры подчиняется иноточным отношениям и находится вне уровня регулирования органами власти и органами местного самоуправления. Соответственно, закрепление объектов местного значения регулируется генеральным планом и местными нормативами градопроектирования. А региональных объектов, соответственно, через схему терпланирования Сыгловской области. Объекты федерального значения, они отражаются в схемах территориального планирования Российской Федерации. Таким образом, самое главное в части развития социальной инфраструктуры – это координированное взаимодействие всех уровней власти при развитии районов, особенно районах новых. То есть у нас такие районы можно подчеркнуть – это Академический, Солнечный, Новокольцовский, Академический 2, Изумрудный Бор. Все эти территории нуждаются в комплексном планировании. И, соответственно, при таком планировании необходимо, как мне кажется, уведомлять высшестоящие уровни власти о том, что у нас есть перспективные проекты такого глобального комплексного освоения, в которых должны появляться объекты высшего образования, среднего профобразования, объекты медицины, объекты культуры и спорта. То есть это все области, которые выходят за рамки полномочия города, но только город видит полные планы, которые формируются в отношении территорий. И здесь нужна просто организация координированного планирования. Можно следующий слайд. Следующее направление – это развитие мест приложения труда. Основным вызовом для Екатеринбурга и агломерации в целом на будущее является размещение мест приложения труда. Поскольку мы понимаем, что можно сохранить человеческий потенциал на территории, только дав ему место для работы, обеспечив его капиталом, его семью и, соответственно, близких. Таким образом, мы видим, что у нас есть уже существующий потенциал, который мы можем доразвить. И есть еще новые территории, которые можно, соответственно, сформировать. Однако самый первостепенный вопрос, который мы себе задали, но ответ так до сих пор и не нашли, поскольку времена меняются и открываются новые горизонты, новые цели и задачи. Это какие же конкретно виды деятельности экономической мы должны развивать на территории. Можно следующий слайд. И мы видим, что у территории на самом деле у нас достаточно высокий потенциал как внутри города Екатеринбурга, так и в составе агломерации. То есть у нас есть и на смежных территориях, соответственно, площадки для размещения новых мест приложения труда. И, наверное, на этом этапе мы ограничимся для себя тем, что просто застабилизируем те площадки, на которых возможно организовать размещение мест приложения труда. Соответственно, эти территории... Можно следующий слайд. Они должны быть обеспечены в первую очередь плечами в плане транспортной инфраструктуры, в плане инженерной инфраструктуры. Часть проектов, которые представлены здесь, являются проектами агломерационными, часть даже региональными. То есть мы понимаем, что те 200 тысяч мест новых приложения труда, которые можно организовать в границе города Екатеринбурга, они будут использоваться нашими городами-спутниками в составе Екатеринбургской агломерации или даже региональными различными операторами, которые могут использовать эту территорию для размещения своих мест приложений труда. Для нас самое основное, чтобы они располагались на транспортных артериях. То есть, если заметить, основные площадки размещены на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге. И это один из путей развития. То есть это размещение новых территорий, которые, соответственно, расположены больше к южной и периферийной части, частям города, города Екатеринбурга. Но также мы видим и сохранение, и развитие существующих территорий. То есть в том числе это территории наши заводские, особенно с текущими условиями их стабилизация, их развитие, развертывание на них новых производств видится весьма перспективным. Но также следует отметить, что есть часть территорий, которые, к сожалению, уже не подлежат сохранению, на них невозможно в условиях сохранения экологической и улучшения экологической обстановки сохранить производство. Такие производства в основном были размещены в центральной и предцентральных частях города. Они, соответственно, планируются к выносу и размещению на них многофункциональной застройки. Но самым основным условием при замещении такого рода площадок мы видим сохранение того количества рабочих мест, которое изначально было на территории в тот момент, когда она функционировала. То есть основной принцип это бережное отношение к тем рабочим местам, которые были в границах территории. Можно следующий слайд? Следующее направление это повышение экологической устойчивости. И, как я ранее отметил, основное это нивелирование негативного антропогенного и природного воздействия. То есть мы отмечаем, что как мы негативно можем влиять на природу, так и природа может негативно влиять на человека. То есть те же самые паводковые явления, либо накопленный где-то радиационный фон, с этим надо работать. И где-то эти явления, они вызваны как раз из-за антропогенного воздействия на природу. То есть это некая обратная реакция природы на действия человека. И если провести плановое мероприятие, скоординированное в части работы с водой, с ветром, с почвой, мы сможем добиться глобальных результатов. Но для этого нужны отдельные исследования, об этом скажу чуть позднее. В плане территориальном можно следующий слайд. Мы видим для себя работу с территориями на уровне двух каркасов. Первый это природно-экологический каркас, который состоит из ядер третьего и второго порядка. То есть объясню, что такое ядра. Вернее, первого и второго порядка. Ядра первого порядка это исключительно природные территории. То есть это леса, это озера, это реки, соответственно, которые минимально затронуты жизнедеятельностью человека. Второй пояс это больше такая переходная зона, то есть это лесопарки, которые уже испытывают определенную антропогенную нагрузку. И третий пояс это уже внутренний, соответственно, который является, ну можно так сказать, искусно созданной природной средой. То есть то, что создается руками человека. Это парки, это скверы, это бульвары, это где-то облагороженные набережные и так далее. То есть это та попытка человеком восстановить тот естественный каркас, который изначально был на месте размещения города, чтобы не нарушать те связи, которые природные, естественные были на территории. Можно следующий слайд. Здесь на слайде подробно видно, то есть вот темно-зеленый, это как раз у нас получается ядро первого уровня, светлый, опоясывающий город и уже вкрапленный в структуру города, это ядра второго уровня лесопарки. И третье, это, соответственно, уже внутреннее у нас больше благоустройство получается, это парки, скверы и бульвары. Также здесь стоит отдельно отметить, что между элементами этой системы есть определенные связи, и мы должны выявлять те мероприятия на сохранение и становление связей между этими ядрами, чтобы направить свое действие на сохранение той флоры и фауны, которая была изначально на территории Кеннер-Русской агломерации. Также мы видим, что есть очаги негативного антропогенного воздействия. В основном это те промпредприятия, которые работали, и те санитарно-защитные зоны, которые от существующих действующих промышленных предприятий остаются. Это те эффекты, с которым еще предстоит поработать, с которыми необходимо направить свое действие на понижение классов опасности предприятий, возможно, вынос предприятий, очистку вредных стоков, которые сбрасываются в водные объекты, из которых на самом деле мы с вами ежедневно потребляем водные ресурсы и пьем. Можно следующий слайд. И также, соответственно, у нас видится работа с градоэкологическим каркасом. То есть это как раз те искусственные связи, которые мы создаем в пользу того, чтобы восстановить ту естественную природную среду, но уже вкрапленную в структуру города Екатеринбурга. На слайде отражены основные связи, которые мы видим, а именно зеленые коридоры внутригородские, виден наш голубой меридиан река и сеть, и, соответственно, то благоустройство, которое можно сформировать вокруг него. Также мы видим реку Патрушиху с набережной, которая возможно благоустроить, и все это взаимосвязано в единую систему. Можно следующий слайд. В материалах концепции более подробно представлены те территории и те зеленые коридоры, которые хотелось бы в основном сохранить и создать. А также приведены основные мероприятия по сохранению. Это именно территориальные, скажем так, мероприятия. Это установление статусов особо охраняемых природных территорий и также установление статусов зоны санитарной охраны для источников водоснабжения, чтобы сохранять тот водный ресурс, который потенциально может быть использован городом Екатеринбургом и городами в структуре Екатеринбургской агломерации. Но отдельно стоит отметить, что здесь рассмотрены были не все экологические особенности. Надо отдельно отметить, что нам еще предстоит множество исследований в части воды, в части воздуха, в части почвы, в части флоры и фауны и, соответственно, негативных загрязнений, которые у нас световые, шумовые, радиационные и так далее. То есть мы видим это как отдельный цикл работ, который будет в последующем за концепцией и результаты этих работ в части исследований, например, физических, химических свойств воды или воздуха на определенной территории, мы видим их применение в том числе в территориальном планировании. То есть когда мы сможем проектировать, например, застройку таким образом, чтобы видоизменять ветровые потоки или, соответственно, где-то необходимо раскрыть реки, которые были в свое время исполнены в подземном исполнении, чтобы у нас восстановился водный баланс и где-то происходили более естественные процессы по очистке тех ресурсов, которые на самом деле тоже можно измерить тем же рублем и сказать, что это будут экономически оправданные решения. Хотя, казалось бы, экология – это несколько отстраненное, на первый взгляд, от экономики, соответственно, направление. Но это не так и, соответственно, эти работы нам еще предстоит проделать. Можно следующий слайд. Помимо основных направлений, у нас есть еще вспомогательные направления по развитию инфраструктурных объектов. Первое из которых – это развитие транспортной инфраструктуры. И мы видим город Екатеринбург как крупный город в структуре федерального, даже, получается, мирового сообщения. То есть мы – некий транспортный хаб, и в последнее время очень часто появляется термин «сухой порт», который как раз отражает наше географически очень эффективное размещение. Можно следующий слайд. То есть мы видим те коридоры транспортные, которые проходят через город Екатеринбург, и, соответственно, основными мероприятиями в части развития транспортной инфраструктуры являются формирование и укрепление транспортного каркаса. Это, соответственно, развитие железнодорожного, Свердловского железнодорожного узла, если по-старому называть. И это формирование транспортно-логистических центров, в том числе это ТЛЦ Екатеринбург, который располагается в Сесерте, в Сидельниково, и, соответственно, это ТЛЦ Уральский, как основные места, соответственно, как основные ключевые точки сухого порта Екатеринбургского. Также стоит отметить, соответственно, размещение аэропорта Кольцова, как международного аэропорта, который позволяет как производить транспортное, так и производить пассажирское сообщение. Можно следующий слайд? Соответственно, на слайде представлен основной транспортный каркас с материалами, со всеми они опубликованы. Вы можете более подробно ознакомиться на сайте города Екатеринбурга. Но самое главное, что на этой схеме стоит отметить, это формирование внешних обходов Екатеринбурга, то есть весь транзит мы можем спокойно пропустить, не запуская его в центральную часть, чтобы уменьшить транспортную нагрузку на внутреннюю улице дорожную сеть. Это формирование внутреннего кольца, чтобы, соответственно, соединить районы города, периферийные друг с другом для повышения связности территории и мобильности населения. Можно следующий слайд? Но когда мы говорим о транспорте, мы в первую очередь для себя видим развитие общественного транспорта, развитие пассажирского транспорта. Поскольку мы понимаем, что при таком достаточно резком, уверенном темпе жилищно-гражданского строительства, при резком притяжении населения в центр Урала, соответственно, мы не сможем никогда справиться только той уличной дорожной сетью и личным автотранспортом, которым все привыкли пользоваться, там, условно, до середины 90-х и по текущий день. С последние пять лет мы занимаем позицию развития именно общественного транспорта. То есть на периферийных территориях Екатеринбурга, на встрече, соответственно, населения соседних городов, на встречных потоках, мы планируем размещение перехваточных узлов, где человек может оставить свой личный автотранспорт, пересесть на пассажирский транспорт или общественный транспорт и спокойно добраться до любой точки города. То есть для этого формируются сети высокоэффективного общественного пассажирского транспорта. Это трамвай, это метрополитен и это городская электричка. И в текущем исполнении можно следующий слайд. Мы видим даже не столько городскую электричку, сколько электричку агломерационную. То есть розовым показаны как раз те маршруты плановые до наших городов-спутников, которые планируются развивать для того, чтобы взаимоувязать расселение на соседних территориях и места приложения труда на территории ядра агломерации. Соответственно, все процессы транспортные, они нацелены как раз на обслуживание первоочередных тех направлений, которые касаются размещения населения и размещения мест приложения труда. Можно следующий слайд. Следующим вспомогательным направлением является развитие инженерной инфраструктуры. Оно, соответственно, делится на несколько видов инфраструктуры, о которых сейчас как раз и поговорим. И основная цель – это снабжение всех территорий всеми видами ресурсов. И снабжение, соответственно, как на текущий момент, так и на перспективное развитие. Каждая инфраструктура выделяет свои особенности, о которых сейчас и поговорим. Можно следующий слайд. Первое – это водоснабжение. То есть, если взглянуть на схему, у нас ярко видно, что есть водные объекты поверхностного водоснабжения, которыми пользуется западная часть Екатеринбургской агломерации. И, соответственно, оранжевые – это подземные источники водоснабжения, ввиду отсутствия поверхностных источников, которыми пользуется восточная часть Екатеринбургской агломерации. Город Екатеринбург, соответственно, в основном использует поверхностные источники и по возможности на отдаленных территориях, где нет возможности организации инфраструктуры от поверхностных источников, в централизованной системе используются подземные источники. Когда мы думали, каким же образом поступиться к развитию именно инженерной инфраструктуры, то есть что мы нового можем предложить, первая идея, которая пришла в голову, это формирование политики подключения территорий. На слайде вы видите матрицу для принятия решений, это не говорится, что для территории, где поставлен минус, никогда не будет подведено централизованное водоснабжение, это говорится о том, что они будут рассматриваться в качестве второстепенных потребителей. То есть первостепенными потребителями для систем водоснабжения мы видим многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома и промышленные территории, которые размещаются вблизи систем существующего централизованного водоснабжения. Соответственно, таким образом на последующих стадиях можно будет принимать решения по развитию этих территорий. И в целом мероприятия, которые сформированы в рамках системы водоснабжения, нацелены на развитие территориального потенциала в плане жилищно-грызанского строительства и размещения мест приложения труда. Это у нас больше южная и юго-западная часть города Екатеринбурга. Соответственно, здесь мы видим планируемый тракт подачи водоснабжения, это южная система водоснабжения, она видится наиболее перспективной. То есть ни для кого не секрет, что текущая система водоснабжения имеет свои лимиты, и на системе водоснабжения, которая есть, город невозможно развить до того потенциала, который мы видим на 1945 год. Соответственно, необходима организация новых систем интрактов подачи водоснабжения. Также нам видится система, соответственно, северо-восточная и северо-западная подачи водоснабжения, но это более отдаленные по перспективе, более туманные по перспективе системы водоснабжения. И первостепенно для развития таких районов, как Академический, Академический-2, Солнечный, Истокский, мы видим создание, соответственно, южной системы водоснабжения. Можно следующий слайд? Байор Алексеевич, у меня просьба ускориться, потому что время мало остается. Хорошо, хорошо. Тогда давайте на принципиальной схеме, на следующий тогда. Так. На данном слайде, соответственно, представлена система водоотведения. То есть, тут у нас сохраняются два основных места по очистке хозяйственно-бытовых сроков. Это северные и южные очистные сооружения. И, соответственно, основными мероприятиями по развитию системы является формирование коллекторов глубокого заложения, которые позволят разгрузить существующую застройку и принять на себя перспективную застройку новых районов. Можно через два слайда. Далее у нас представлена система, соответственно, теплогазоснабжения. Мы видим для себя развитие как тепла, так и газа в рамках одной концепции. Это отопление и это, то есть, теплоснабжение, соответственно, планируемой застройки. Основное потребление газа уходит именно на это, поэтому системы рассматриваются совокупно. И также представлена матрица принятия решений. Особо проблем в системе теплогазоснабжения на перспективных период не видится. Соответственно, в материалах проекта вы сможете, в концепции вернее, вы сможете подробнее ознакомиться с теми мероприятиями и решениями, которые есть в части системы теплогазоснабжения. Можно еще через два слайда. В части электрификации у нас видится как текущее стабильное подключение всей застройки к системам электроснабжения, так и, соответственно, перспективная. Единственная задача, которая на проектный период стоит, это опережающими темпами строить систему энергоснабжения для обеспечения планируемой застройки. Можно еще через два. Здесь, соответственно, представлено... Можно даже следующий. Здесь подробнее видно. На слайде представлена система, соответственно, по очистке дождевых стоков. И основная проблема на текущий момент – это отсутствие тарификации этого вида коммунальных услуг. То есть мы понимаем, что очистка ливневых стоков, точно так же, как и отопление, точно так же, как и водоснабжение, должны откуда-то искать финансирование. И в текущий момент зеленым отмечены те, соответственно, очистные сооружения, которые уже возведены для очистки ливневых стоков. И те красные, которые еще предстоит, соответственно, построить, для того, чтобы мы могли очищать сток, который приходится в реки, и, соответственно, потом уходит в поверхностные источники возоснабжения для других городов. То есть общая политика для всех очистки ливневых стоков, она приводит к тому, что у нас возобновляются источники поверхностного и, соответственно, где-то подземного водоснабжения эти мероприятия надо выполнять. Соответственно, первая из задач, которая стоит, это назначение тарифа и получение финансирования на то, чтобы эти объекты создавались и вводились в эксплуатацию, а главное, обслуживались на перспективный период. Можно следующий слайд? Следующим, но немаловажным... Нет, 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 оставьте. Ну ладно. Следующим немаловажным направлением является идентичность Екатеринбурга. Когда мы подходили к этому вопросу, мы начинали именно с сохранения и вовлечения в жизнь города Екатеринбурга объектов культурного наследия. Когда мы стали искать механизмы реализации, мы поняли, что необходимо привлекать максимальное количество инвестиций для того, чтобы эти объекты восстановить. И одним из способов привлечения инвестиций мы увидели туризм. И в целом обратили внимание на туризм как на перспективный вид капитализации территории, привлечения интереса к территории, восстановлению идентичности территории как города Екатеринбурга, так и городов соседей на территории Екатеринбургской агломерации. Можно следующий слайд? На слайде представлены основные туристические направления и основные объекты, которые расположены в границах Екатеринбургской агломерации. И основной целью для органов власти мы ставим формирование точек туристических информационных центров, которые бы смогли улавливать тот туристический поток в центральной части города Екатеринбурга, который приходится и распределять его на города соседей в Екатеринбургской агломерации и на внутренние территории, которые могут представлять туристический интерес. Можно следующий слайд? То есть на слайде мы видим территории как природного характера. Это наши условные природные заповедники, хотя статус которых еще не установлен, но они уже пользуются туристическим спросом и интересом. И главное формировать в них достойную для туристического потока инфраструктуру. Это, соответственно, у нас районы исторической застройки, то есть это исторический центр Екатеринбурга с его различными архитектурными объектами и историко-культурными объектами. Соответственно, это территории заводов наших, это, соответственно, Верхоседского, Уралмашевского, это Нижнеседского, соответственно, Химмаш и так далее. И это территории новых районов, которые в перспективной застройке, они точно так же для всех посетителей города представляют неотъемлемый интерес. Это территории, в том числе, районов таких, как Солнечный, таких, как Академический, таких, как Широкая речка. То есть туда интересно привезти людей для того, чтобы они увидели, как город может активно развиваться. И, соответственно, еще один новый, но немаловажный объект туристического интереса, это промышленный туризм. То есть это когда те действующие предприятия, которых у нас немало на территории Екатеринбургской агломерации, открывают свои двери для принятия туристического потока и, соответственно, для вовлечения, возможно, части этих туристов для дальнейшей работы на этих предприятиях. То есть когда человек приходит, видит, как интересно работать на этом предприятии и, соответственно, поступает на работу на это предприятие. Можно следующий слайд? Соответственно, на слайде здесь представлены те основные точки туристического интереса, даже территории туристического интереса внутри города Екатеринбурга. Можно следующий слайд? И как раз, возвращаясь к объектам культурного наследия, мы видим формирование потенциальных маршрутов, на которых, соответственно, возможно привлечь именно инвестиционный поток и, соответственно, за счет новых привлечений инвестиций восстановление тех объектов культурного наследия, естественно, в соответствии с 73-м федеральным законом. Это в части объектов, именно в части работы с объектами культурного наследия. Можно следующий слайд? Но также есть территории, на которых статус объектов культурного наследия еще не установлен, и в какой-то мере исторический интерес представляет не столько сами объекты здания, сколько структура самого района. И, соответственно, здесь необходимо выстраивать туристические маршруты, чтобы привлекать туристический интерес к тому, как этот район появлялся, как, соответственно, здесь формировалась жизнь в период, когда существовал завод, какие наиболее привлекательные объекты туристического интереса размещены на данной территории. Можно следующий слайд? Соответственно, у нас есть территории, аутентичность которых уже утрачена, и утрачена даже не в современный период, а уже около 30-50 лет назад. Но сохранилась историческая документация, которая подтверждает размещение, например, в данном случае на этом месте плотины и завода. И, соответственно, при формировании новой застройки возможно использовать это место как некий музейный потенциал для перемещения объекта в той эпохе для восстановления истории этого места. Можно следующий слайд? И, соответственно, есть место, где объекты также утрачены, но видится восстановление того образа объектов, который существовал на момент существования этого завода, но уже в новой архитектуре. То есть, когда будут использованы различного рода террасы, склонады, которые повторяли бы облик тех объектов, которые размещались, соответственно, исторически на этом месте. То есть, это несколько различных подходов, которые отражают как работу и с объектами культурного наследия, и с историческими территориями, в отношении которых статус как установлен, так и не установлен. То есть, существуют различные механизмы принятия решений, каждый из которых возможно использовать в качестве пилотного, пробировать и посмотреть, соответственно, каким позитивным эффектом это может привести. Можно следующий слайд. Итого, все направления, они у нас складываются объективно в то функциональное озонирование, в то назначение функций для территории, которые мы закладываем в концепции Екатеринбурга, в структуре Екатеринбургской агломерации. И, соответственно, планируем впоследствии использовать в проекте генерального плана до 2045 года. Можно следующий слайд. То есть, вот мы видим, опять же, те направления, это жилищно-гражданское обеспечение, развитие мест приложения, туда повышение экологической устойчивости, как основные направления, и вспомогательная транспортная инженерная инфраструктура, и та возможная, скажем так, изюминка города Екатеринбурга и изюминка Екатеринбургской агломерации, это новое направление по развитию туризма, и по работе с объектами культурного наследия не как с объектами, которые просто стоят на балансе и которые надо содержать, а как с объектами, которые необходимо вовлекать в гражданский оборот, соответственно, создавая в них новую функцию, привлекая интерес населения к этим объектам. Можно следующий слайд. Перед вами комплексно представлено функциональное зонирование Екатеринбурга в структуре Екатеринбургской агломерации, которое взаимогазано с планами по развитию городов в структуре Екатеринбургской агломерации. У меня с докладом все. Буду благодарен за вопрос. Павел Алексеевич, спасибо. Перед тем, как мы перейдем к вопросам, я предлагаю еще дать обратную связь. Михаил Михайлович. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Хотелось бы сказать, что правительство Свердловской области, министерство строительства провело достаточно серьезную работу по формированию СТП, которое легло в основу сегодня уже тех выкладок, которые сегодня доложил вам мастерская генерального плана Екатеринбурга. Я хочу сказать, что перед нами стояли очень сложные задачи. Мы смотрели, каким образом будем развивать агломерацию, либо это будет центричная схема в виде приоритета города Екатеринбурга и вторичности всех остальных муниципалитетов, которые входят в агломерацию, либо будем развивать полицентричную, то есть будем развивать все, не обращая внимания друг на друга. В итоге сошлись на... Всегда все верно, оно где-то посредине. Сошлись именно на том, что будем развивать одновременно и центрично будем заботиться о опережающем развитии города Екатеринбурга и тоже время не забывать о том, что те города, которые находятся в спутнике, они тоже требуют оперативного развития, не отставая от города такого главного. И здесь очень важно, что мы действительно нашли на сегодняшний день взаимопонимание у всех, и у городов-спутников, и у города Екатеринбурга именно с точки зрения развития общих каркасов, общего скелета, так скажем, который на сегодняшний день у нас уже воплотился. И я считаю, что эта работа, которую мы сегодня видели, это как раз тот шаг, который мы сделали от генерального плана конкретно города Екатеринбурга генерального плана Екатеринбургской городской агломерации. Это очень хорошо, и хочу сказать, что потенциал у нас, у Екатеринбургской агломерации на сегодня составляет 5 миллионов человек, и на сегодня мы имеем возможность примерно вовлечь территории в развитие агломераций в размере где-то 2,8 миллиона человек. То есть это достаточно большая агломерация, которая даст развитие всем будущим нашим градостроительным решениям. Мы будем очень внимательно следить за этим и совместно решать эти вопросы. Спасибо. Да, Михаил Николаевич, спасибо. Я напомню, что Свердловская область у нас начала с 2016 года прорабатывать тему актуализации схемы территориального планирования. Если мы посмотрим на агломерацию, у нас есть несколько поясов этой агломерации. Соответственно, в КТР, как мы ее называем, в концепции территориального развития, мы сконцентрировались, так скажем, на первом и переходящем во второй пояс. Но также существует мнение, что надо более подробно поработать в том числе и с самим ядром и ближайшими спутниками. Поэтому, Аркадий Михайлович, я предлагаю вам выставить свое мнение. Добрый день. Я думаю, что мои мысли насчет агломерации и насчет ядра агломерации так называемого Большого Екатеринбурга в первоначальном значении этого слова, без, как это, гулливерских замахов на Ревду, на СССР и так далее. А то, что мы называли Большим Екатеринбургом в понимании 2003 года, они, в принципе, остаются неизменными, потому что, я думаю, что экономика должна быть во главе любого проекта. Вот если говорить по агломерации в том виде, как ее сейчас понимают, ну, никто не против. договоритесь о том, что по определенному направлению будет осуществляться взаимодействие. Да ради Бога. Договоритесь, что для того, чтобы это взаимодействие увеличивалось, должны быть предусмотрены в областном бюджете какие-то деньги. Да ради Бога. развитие транспортной системы, ну, это естественный совершенно процесс. Ради Бога. Развитие кооперации производственной то же самое. Но с точки зрения управления этой территорией, с точки зрения формирования ресурса для того, чтобы можно было активно влиять на развитие этой территории, сегодня в условиях вот таких аморфных связей, которые характерны для любой агломерации, делать это будет достаточно сложно. Поэтому, не отбрасывая в сторону те реалии, те возможности, которые дает агломерация, нужно сегодня, на мой взгляд, достаточно активно заниматься ядром города Екатеринбурга. И это развитие должно быть построено на относительно жестком администрировании, на формировании единых источников, на формировании единых базовых документов, обеспечивающих развитие. Именно такой подход обеспечит выполнение задуманного, не так по принципу, захотел, сделал, но не получилось, что там, вот не получилось, не сделал. Есть некоторые вопросы, которые совершенно очевидны. Ну, во-первых, чтобы сразу было понятно, о чем идет разговор. Когда я говорю большой Екатеринбург, я понимаю, собственно, город Екатеринбург, город Верхняя Пышма, город Березовск, город Арамиль и город Средневральский. Это те территории, которые сегодня практически срослись и имеют единые рынки жилья, единые рынки услуг, единые рынки предоставления возможностей для работы. И не случайно постоянно нарастающий транспортный поток говорит о том, что мы вступили в эпоху естественных перетоков. Когда два города срослись настолько, что без разницы, людям, которые живут на Эльмаше, доехать до Пышмы гораздо проще, чем доехать до Химаша. Но в одном случае это межгородская поездка, а в другом случае это внутригородская поездка со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну давайте еще несколько примеров приведем. Почему я говорю, что нужно чтобы экономически все было обусловлено. Мы все уже привыкли к такому расхожему тезису там экономика должна быть экономной, то есть не надо рассредотачивать ресурсы. Вот существует пять городов. В пяти городах есть пять администраций. Перед каждой администрацией есть определенный КПА, в том числе предусматривающий строительство жилья. Возникает вопрос. Все пять территорий должны найти новую площадку, обеспечить инфраструктуру для новой площадки инженерную, обеспечить дорожную инфраструктуру, потом отдельно ее развивать, ориентируясь разве на свой локальный рыночек. Или все-таки можно идти по другому пути, находить некую оптимальную площадку, которая в большей степени устраивает там два или три муниципальных образования, по крайней мере при территориальном расположении. Так вложиться в эту площадку, развивать ее с точки зрения экономики вопросов нет, с точки зрения рыночной востребованности вопросов нет, с точки зрения создания соответствующих градостроительных форм вопросов нет. У нас что, для этого нет места? Нет. Вот в этом поясе, даже внутри сегодня нашего кольца места сколько угодно. Градостроительный потенциал измеряется миллионами. Нам при сегодняшней рождаемости и при сегодняшнем притоке мигрантов заполнить это пространство десятилетия нужны. Следующая тема. Вопрос связанный с инженерной инфраструктурой. У нас сегодня очень нерациональные переключения по инженерной инфраструктуре. Мы с СУГРЕС тянем трубу черти знают куда через весь город. Есть гораздо более ближние источники, но они в другом муниципальном образовании. Точно так же у нас работают маленькие локальные энергоисточники. Хотя с точки зрения экономики, с точки зрения использования современной технологии гораздо проще было бы сделать большие решить большие вопросы. Точно такая же ситуация с мусором, когда не знаем куда шарахнуться, начинаем, пытаемся несколько делать полигонов. Точно такая же ситуация с отходами очистных сооружений, водоочистки, то есть со всеми этими водорослями, которые не знаем куда девать по всей области, их разбрасываем, растаскиваем, не знаем что с ними делать. Вместо того, чтобы построить один цех, который бы использовал эти отходы, превращал их в полезные по крайней мере материалы, которому нужен ресурс всех городов, находящихся в пределах нашей агломерации. С точки зрения непосредственных финансовых ресурсов. Ну вот у нас улица проезжая, по-моему, берет и скажет. Вот что мне скажет? Совершенно назрела необходимость сделать нормальную эту улицу. Кто ей будет заниматься? Город Екатеринбург не будет. Это его вылетная магистраль, ему, как говорится, ну только садоводы, может быть, там заинтересуются. Для города Березовска это не подъемная ноша такую улицу за счет бюджета. Областной бюджет рассматривает эти вопросы как внутри муниципальные магистрали, они вообще внутри магистрали, внутри муниципальных образований находятся, потому что нет разрыва. Екатеринбург и Березовск они боками притерлись друг к другу так, что там метра нет даже разрыва между этими городами. И так эта улица будет как это говорится хлебать до тех пор пока ну в конечном итоге губернатору наверное надоест и он отщедрот как это говорится за счет областного бюджета начнет ее строить. Таких много улиц это это не единственный вопрос поэтому когда я говорю что нам нужно ядро агломерации формализовать мне говорят вы хотите сделать все единым муниципальным образованием да это был бы идеальный вариант сделать единым муниципальным образованием тогда никаких вопросов возникать не должно сегодняшнее законодательство позволяет это сделать с минимальными издержками а новый закон который сегодня находится на рассмотрении в Госдуме он вообще говоря подталкивает к таким подобным решениям но даже если не делать единое муниципальное образование нужно формализовать отношения между городами находящиеся вот в этой срединной екатеринбургской агломерации между собой между правительством Свердловской области если не делать единый бюджет нужно делать единую программу которая имела бы целевое финансирование именно на реализацию мероприятий этой программы для того чтобы объединение могло произойти еще более плотно мы с вами стоим на пороге серьезных организационных решений мы иногда очень любим быстрые решения принимать а иногда очень не любим решения принимать которые как нам кажется могут иметь некое негативное толкование в 2003 году когда этот стратегический проект был сформулирован как большой Екатеринбург его не могли реализовать по политическим мотивом в 2010 году когда к нему вернулись его не могли реализовать потому что кому-то что-то не понравилось значит уже совершенно очевидно мы живем в одном едином большом городе я уже не раз приводил этот пример смешной пример когда в Сочи кого-нибудь встретишь из наших краев и спросишь где живут он тебе обязательно скажет я в Екатеринбурге живу а где конкретно в Екатеринбурге ну в Пышме ну ясно Екатеринбург и Пышма в его сознании в принципе уже давным-давно срослись мы могли бы и с точки зрения качества управления с точки зрения стоимости управления с точки зрения формирования муниципального образования которое по своему масштабу однозначно займет третье место в стране и в связи с этим может претендовать на соответствующее отношение федеральной власти надо только палец о палец ударить значит и пройти через вот эти организационные моменты и получить нормальное муниципальное образование большой город Екатеринбург как его назвать это уже 22 дело но суть должна быть такая вопросы договоренности по принципу вась-вась должны быть отложены взаимоотношения должны быть формализованы да спасибо Аркадий Михайлович на самом деле абсолютно правильно ставится вопрос то есть любой документ в том числе территориального планирования он должен быть реализован пусть даже и на долгосрочный период поэтому я начну с вопросов Павел Алексеевич все-таки с учетом того что сказал Аркадий Михайлович Михаил Михайлович те цели задачи которые перед этой работой ставились в том числе по увязке каркасов по увязке планов соседних муниципалитетов Екатеринбурга удалось достичь этой работой или все-таки остались какие-то еще вопросы ну если говорить в целом увязки планов городов то я считаю что эта работа она удалась но следует отметить что часть городов на текущий момент находится в пересмотре плана по своему развитию и эта работа она наверное ну такой имеет бесконечный характер то есть заканчивает разработку планов один город начинает разработку новых планов другой город и здесь видится целесообразное наверное продолжение вот этой работы совместно со всеми администрациями городов возможно там каким-то образом принятие участия в разработке генеральных планов городов но под единым управлением потому что те организации которые заходят как правило наподряд на разработку генпланов городов они выдают несколько не тот результат который ожидают сами заказчики и они иногда даже не способны не принять этот проект потому что связаны обязательствами по контракту вот хотелось бы все-таки видеть все генпланы под эгидой одной проектной организации или под эгидой единого ресурса управленческого то есть чтобы заказчик был один и он понимал всегда взаимовязку городов-сходника чтобы не в последний момент на этапе согласования мы вдруг видели что планы сильно изменились и нам нужно скоррелировать все инженерные инфраструктурные объекты транспортные инфраструктурные объекты что появились на границах с городом Екатеринбургом или на границах из других городов такие объекты то есть эта работа она еще предстоит но у вязка текущих планов на мой взгляд она удалась с 16-го года мы этой работой активно занимаемся мы сегодня поединую политику выработали в отношении всех городов-спутников и их генеральные планы на сегодня связываем с решениями СДП с тем территориальным планированием Екатеринбургской городской генерации все что входит в зону ответственности муниципалитета при формировании генеральных планов укладывается ровно в это СДП я рад, что во-первых с Екатеринбурга перся на эту же СДП и начал работать я думаю что это как раз то что даст нам единую разработку что мы не будем со стороны города Екатеринбурга развивать улицу Проезжего со стороны Березовского развивать улицу южнее Шерпыша то есть мы будем одну такую устроить которая решит нам все вопросы хорошо спасибо Михаил Михайлович коллеги я предлагаю перейти к вопросам из зала кто хочет задать вопрос пожалуйста поднимайте руку Сергей Тосенко Сергей Михайлович да и просьба представляйтесь пожалуйста Сергей Тосенко я вам поздравляю спасибо за уставленную возможность за вопрос Павел Алексеевич спасибо большое за вопрос хотел услышать следующие вопросы юридический статус дикиментации были ли она так вот пришлена на межмуниципальном юриде на региональном это первое второе хотел бы решить ответ на вопрос границы проекта именно этой работы и проекта и границы коллегерации не совпадают не совпадают муниципальные совокупности муниципальных образований или это будут новые границы как и мастерская рассмотрит на эти вопросы если можно ответить ну и немножко пошучу я подал что из вашего предплата следует что необходимо создавать университет генеральные планы и дембургской коллегерации для увязки всех проектных задач спасибо спасибо Сергей Михайлович спасибо давайте начнем с первого вопроса именно статус легитимный этого документа пока еще в проработке то есть у нас есть несколько вариантов это включение непосредственно всех направлений как территориальных компонентов состав стратегического плана развития города Екатеринбурга недавно у нас проходила экспертная сессия как раз в рамках внесения изменений в стратплан поскольку внесение изменений в него необходимо раз в 6 лет соответственно следующее внесение изменений это 24-й год это вот уже почти и соответственно как один из вариантов это дополнение на стратегических направлений и второе это видимо вынесение документа на уровень уже правительства Северновской области и утверждение его отдельным нормативно-правовым актом но надо понять соответственно какая природа этого нормативно-правового акта будет но первый вариант на мой взгляд он кажется наиболее реалистичным и соответственно у нас долгое время стратегия соцзак развития города она отражала и отражает и будет отражать планы по развитию не только города но и как правильно говорилось большого Екатеринбурга то есть это все включено в стратегию соответственно и взаимодействие с другими городами оно стратегическим планом развития Екатеринбурга всегда было подчеркнуто поэтому логичное место для концепции территориального развития стратегии найти можно это первый вопрос второе в части границ ну наверное стоит отметить что мы в любом случае опираемся де юра на СТП Свердловской области где границы Екатеринбургской агломерации они определены как совокупность муниципальных образований но для себя мы поэтому границы взяли даже визуально немножко поуже мы брали те территории непосредственно на которых есть процессы по взаимодействию то есть агломерация это не столько территории сколько процессы то есть это процессы по расселению по местам приложения труда экономическому взаимодействию социальному взаимодействию и прочие процессы по взаимодействию населения друг с другом на различных территориях то есть так или иначе все границы которые установлены до юра границы муниципальных образований для обычного обывателя они незримы и мы прекрасно понимаем что человек действительно проживающий в Пышме он спокойно себя инициирует с жителями Екатеринбурга точно так же как и жители которые проживают в Средневуральске которые проживают в Березовске то есть особенно в тех городах которые уже на текущий момент имеют тесные связи то есть те пять городов которые входят в тот круг агломерационный который уже сформировался уже были ранее названы повторяться не буду на отдаленную перспективу естественно видим также взаимодействие с СССР в плане размещения торгово-логистического центра Екатеринбурга соответственно видим возможность взаимодействия с ближайшими городами агломерации в которых размещается малоэтажное жилищно-гражданское строительство то есть кто-то живет по формату жилья второго плана то есть когда человек работает здесь имеет недвижимость для проживания многоквартирного здесь а как правило живет в малоэтажном жилищном строительстве например в Арамиле или в Дегтярске или в Перу-Уральске или в иных городах Екатеринбургской агломерации таким образом Павел Алексеевич я буду вас перебивать немного давайте все-таки мне кажется еще есть вопросы которые вы хотели люди задать поэтому по существу прямо можно коротко отвечать хорошо спасибо коллеги Андрей Куриль с выпуском областного союза промышленников предпринимателей спасибо большое читающий материал большая работа мне все-таки знаете какой вопрос вот то что говорил Аркадий Михайлович понятно что это в большой степени ключевой и стратегический вопрос нельзя ли со стороны города и области на текущий момент услышать ответ мы созрели вот для того решения которое о котором говорил Аркадий Михайлович понятно что нужны организационные решения которые позволят сконцентрировать усилия и если это решение правильное оно все-таки кажется правильным то это бы как это в барону Мюнхгаузе мы очень бы за косичку вытащили ясно что мы не в болоте но это бы очень нам помогло можно попробовать на текущий момент и со стороны города и со стороны области услышать ответ мы созрели для того чтобы принимать эти орг решения или нет мне кажется что да Павел Алексеевич вам не следует отвечать на этот вопрос на него отвечу я как я уже сказал первое то есть есть документ то есть документ это та самая основа на которую можно опираться но надо все-таки понимать что само развитие Екатеринбурга агломерации Екатеринбургской агломерации Большого Екатеринбурга как бы мы это ни называли это все-таки политический в том числе процесс поэтому я предлагаю сконцентрироваться на вопросах которые связаны в том числе с территориальным развитием ну и соответственно дальше продолжить задавать вопросы Сергей Павлович строительная компания строительства Павел Сергеевич вопрос следующий в презентации было сказано общий подход строительства социальной инфраструктуры где можно увидеть информацию о более конкретных формах у нас именно был представлен действительно концептуальный подход то есть как относиться к взаимодействию в части развития инфраструктуры сами подробные планы они содержатся в схемах терапланирования Российской Федерации схеме терапланирования Свердловской области и генеральном плане города Екатеринбурга то есть там показан весь перечень объектов на перспективное развитие а если интересует именно конкретное развитие объектов то они содержатся в программах комплексного развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры то есть туда объекты попадают только после того как им будет назначено в муниципальных региональных и иных финансово обязательных к исполнению программах соответственно финансирования только после этого можно говорить о том что да объект соответственно можно начинать строить в таком-то горизонте, за такой-то светосчет. Спасибо, Павел Алексеевич. Я добавлю, что на самом деле и концепция, и генплан – это один из шагов. Далее будут у нас разработаны программы комплексного развития социальной инфраструктуры, которые, к сожалению, пока в Петербурге нет, плюс актуализированы две программы – это по транспортной инфраструктуре и по инженерной инфраструктуре. И уже непосредственно в них можно увидеть все параметры, которые связаны с протяженностью, с мощностью, в том числе с этапами строительства. Так, коллеги, у кого еще вопрос? Добрый день, коллеги. Владимир, кто такой умеет? У меня такой вопрос. Что же такое глоберация? Я, насколько я понимаю, окончательного ответа на этот вопрос, какой же был организационно-юридической модели, ее нет. Если это так, то есть ли на то счет каких-то научных, скажем так, рекомендаций относительно того, что свободность со струкованных документами стратегического планирования различных муниципалитетов, либо это один большой ужин в стратегии, либо это не ключевого федерального заключения. Есть ли какое-то мнение? Ну, давайте вопрос разделю на две части. То есть, первое, вы опять же возвращаетесь к некой юридической конструкции. Ее мы, наверное, здесь обсуждать не будем. С точки зрения территориального планирования, безусловно, это не просто калаш. То есть, я поэтому и говорил, что мы проводили прямо взаимодействие с главными архитекторами городов-спутников и, соответственно, стыковали все виды инфраструктур. Потому что, если просто вложить все схемы терапланирования, даже дороги приходить в одну точку не будут. То есть, планы по развитию территорий в ряде случаев, они принимались локально. Соответственно, когда вовлекаешь прямо город в диалог, что мы соседи, давайте стыковать территории, считать вместе, соответственно, по населению расчеты, по местам приложения, по графу расчеты, картинка, она меняется. То есть, научный подход, он, безусловно, состоит в том, чтобы в учет брать стратегические цели, планы, инициативы городов, стыковать их друг с другом и, соответственно, укладывать это на территорию, чтобы приводить в итоге к реализации этих планов. Спасибо. Павел Алексеевич, у меня просьба сюда микрофон. Дайте, пожалуйста. Добрый день. Марина Сахарова, меня зовут. Я являюсь членом Международного комитета по охране памятников. Но на самом деле по специальности я градостроитель, поэтому немножко о вопросе про градостроительный потенциал. Я действительно посмотрела и документы, и записку всю посмотрела. И остановлюсь именно на историко-культурном потенциале, то есть это раздел идентичной. Историко-культурный потенциал – это та составляющая строительного потенциала, которая ничем не воспоминима. То есть историко-культурное наследие – это то, что не может быть восполнено ничем. Поэтому на самом деле вот этому разделу хотелось бы уделить больше внимания и больше точности. Вот хочу передать на самом деле вот это на имя мэра Орлова и на ваш имя, Павел Алексеевич, анализ и несколькими специалистами той ситуации, которая сложилась в Екатеринбурге, которая в какой-то степени отражается вот в этом вот документе, концепции, которую, как вы говорите, будет положена в генеральный план до 2045 года. Один момент – то, что вам уже направлялись замечания и предложения по генеральному плану. В частности, например, вот «Уралмаш-2023» сообщества отправляли вам в народный генеральный план. И мы не видим этого, и мы не видим, что кто-то хоть как-то пытается сотрудничать с профессиональным сообществом, с общественными организациями. Вы говорите о том, что основная причина того, что у нас вот такая печальная ситуация с культурным наследием – это нехватка инвестиций. Наверное, вы могли бы посмотреть шире. Одна из причин – это отсутствие взаимодействия с профессионалами, это отсутствие взаимодействия с общественными организациями. И как вот такие вот штрихи того документа, который представлен, ну, например, у нас нет 800 памятников, про которые вы пишете. Вы не отмечаете, как исторически ценные территории, район Царского моста, район улиц Декабристов, Чапаева, Розовик, Симбург, где вообще-то проживали 9 глав города, и которые создали всю культуру нашего города Екатеринбурга, которую мы пользуемся до сих пор. Вы не отмечаете, как исторически ценную территорию, в тот городок. Это вообще-то тоже и уникальный объект периода индустриализации 1920-40-е годы. Да, Наталья, я вас перебью. Меня Марина зовут. Да, ничего страшного. И еще один момент промышленного, вы говорите об использовании промышленного наследия как туристического потенциала. Уралмаш исключен, исключен у вас Уралмаш, понимаете? Сейчас, вот прямо сейчас снесены исторические стены объекта культурного наследия на Уралмаш. Нет, беда в том, не в инвестициях, беда в том, что нет конкретной программы сохранения и включения в жизнь этого культурного наследия. Вот в чем беда. У меня большая просьба. Я сейчас вот, видимо, Руслану передам на имя Орлова, а Павлу Алексеевичу его персональный джинляк. И очень надеюсь, что вы ответите профессиональному сообществу на эти вопросы. Да, Марина, спасибо огромное за вашу, так скажем, реплику, да, за эмоцию, за высказывание. Первое, что я хочу сказать, концепция у нас будет продолжать обсуждаться. То есть это первая, так скажем, открытая презентация. Далее будут назначены отдельные экспертные сессии по каждому из направлений. Поэтому спасибо огромное, что у вас есть предложение. Поэтому, коллеги, если кто-то, они еще есть, обязательно направляйте. Рангах экспертных сессий, я думаю, мы их рассмотрим, плюс пригласим к обсуждению. Время, к сожалению, у нас подходит к концу. Я бы хотел еще дать возможность Аркадию Михайловичу задать вопрос. И потом я буду завершать. Спасибо. Вы знаете, какой я хотел задать вопрос? Ну, вы знаете, что у нас в области есть такая неконституционная управленческая структура, которая называется округа. Они были созданы 25 лет. Они в первую очередь несли политические нагрузки. Тогда, 25 лет назад, я категорически возражал против того, чтобы над городом Екатеринбурга был создан вот такой еще управленческий округ. И он так и не был создан. Ну вот подумайте над такой идеей для начала. То есть вот эти пять городов, которые сегодня практически слились. Создать округ. Посмотреть, каким функционалом можно его наделить, чтобы он не пересекался с функционалом муниципальных образований. Ну и как первое предложение, которое, несомненно, будет полезно, это мастерскую генерального плана округа создать при округе, который будет заниматься и разработкой генеральных планов соответствующих муниципальных образований, и все коммуникации, которые должны быть, когда будет формироваться, значит, общий окружной генеральный план. Вот как вам такая идея? Готовы, Павел, нет? Всегда готов. Все, отлично. Да, дорогие коллеги, друзья, спасибо огромное, что посетили стенд. Я бы хотел отметить, что все-таки Екатеринбург вместе с городами, вместе с соседями планомерно развивает документы территориального планирования. И, как я уже сказал, с 2016 года у нас этот виток начался, да, Михаил Николаевич? Вот, поэтому он продолжается. Мы в любом случае анализируем уже опыт тех предыдущих документов, плюс все-таки стараемся закладывать новые какие-то идеи, да, формировать новые направления. Поэтому еще раз я призываю всех ознакомиться с концепцией и дальше участвовать в осуждениях. Спасибо огромное.